Здравствуйте, меня зовут Владимир Плутасини. Я занимаюсь реставрацией автомобилей. Я был мальчик шустрый, быстрый такой. И когда мы бегали по деревне, сосед подарил нам мотоцикл. Ну, позвал ребят, ну, детей позвал. Я говорю, дети, у меня есть мотоцикл за сараем стоит. Он был бригадирем, его мотоцикл был, лишний, короче. И он говорит, забирайте, может быть, что-то сделаете с него. Ну, мы забрали этот мотоцикл, ну, и я, как самый активный, начал его восстанавливать. Восстановил. И это было где-то шестой класс, наверное, седьмой был, не так, лет двенадцать, наверное, было. Тринадцать. И до девятого класса милиция меня ловила по деревне на этом мотоцикле. Вот в таком плане. И, ну, как будто интерес к технике у меня был с детства уже. А отец был шофером. Тоже всю жизнь проработал шофером. И я видел его труд, и мне автомобили очень нравились. Моя специальность или профессия и образование связаны с автомобилями, тематикой автомобилей. Но еще у меня есть хобби, какой у нас, ну, у любого, наверное, мужчины должно быть какой-то интерес или хобби. И у меня хобби – это ретро-автомобили. Вот это чисто не профессия, а хобби уже. Вот. И я улегся этими ретро-автомобилями. И когда пришел со службы в 83-м году, я начал… Мне интерес к автомобилям тогда уже был. И я начал их искать и покупать себе ретро-автомобили. Первую машину, она у меня и сейчас есть, я купил Mercedes 170V 36-го года в деревне. Тут дедушку, дедушку не давали гаишники ездить на ней, потому что, ну, она была 36-го года, уже то резина плохая, то техосмотр не прошел. И дедушка в деревне стояла, я ее купил, первую машину. Процесс реставрации – это не ремонт. Реставрацией, во-первых, чтобы заниматься, надо огромный иметь опыт по ремонту автомобилей. Я занимался профессионально на станции техобслуживания работал и занимался ремонтом легковых автомобилей на государственном уровне. И накатывал свой опыт. Потом строил вот эту мастерскую специально под реставрацию этих автомобилей. И не каждый человек сможет заниматься реставрацией, потому что нужно, во-первых, очень выдержка сильная. Ну, потому что не хватает у людей терпения довести до конца это дело начатое. Потом очень много материалов надо, и денег, и средств, и времени. И каждая реставрация автомобиля занимает приблизно, ну, если это назвать можно реставрацией правильной, где-то от трех до пяти лет один автомобиль. Ну, и представьте себе, допустим, за 30 лет можно восстановить буквально 5-7 автомобилей. Я восстановил машин где-то 10 приблизно вот так. Я очень, ну, плодотворно работал в этом направлении. Только этим и занимался. Этот автомобиль называется ГАЗ-69. Это у нас есть в коллекции, у меня есть, в принципе, автомобили ГАЗ-67, которые выпускались с 42-го до 52-го года, а потом за автомобилем ГАЗ-67 уже начал выпускаться автомобиль ГАЗ-69. Он называется ГАЗ, потому что разработан на Горковском автозаводе, как гражданская версия уже, наверное, и военная. А потом передали на УАЗ, и там на конвейере он восстанавливался где-то до 52-го года, до 53-го вот так. Машина очень хорошая, очень интересная, я ее люблю, очень приятно на ездить. Она такая проходимая, по-другому, вообще чудесная машина, идеальная. Реставрация происходила таким образом. Сначала раму, мы раму, в принципе, даже выправляли раму, подваривали ее, изкаструили, красили. И потом на раму уже все агрегаты восстанавливались и ставились на раму. Машина полностью восстановлена на ходу, на хорошем ходу. Вот, все агрегаты. На реставрацию такого-то модуля ушло где-то 4-5 лет. Ну, домашние меня поддерживали, потому что я, наверное, успевал, или, ну, молодой, активный, успевал работать, ну, в смысле, и по дому, и хорошо. Женами я очень хорошо поддерживал в этом направлении, всегда никаких проблем у меня не было. Для отличия от других, ну, очень многие реставраторы или механики бросают свою работу. Почему? Потому что, ну, семейная тогда ситуация и положение слаживаются, ну, в крайнюю негативную сторону. А у меня это было поддержано, ну, с пониманием, с огромным все это понимают. Ну, и я, в принципе, как будто больше всего времени и проводил в мастерских. Мне очень нравится. Я здесь отдыхаю. Есть, допустим, коллекционеры автомобилей. Я знаю нескольких коллекционеров, которые богатые люди, но считаются богатыми, хотя богатство, наверное, не в деньгах, но финансово обеспеченные люди, будем так говорить, которые просто скупают эти автомобили. Их такие большие коллекции дорогих машин, различных машин. Есть среди нашем, допустим, сообществе люди, которые перепродают эти машины. Это жулики какие-то. Ну, допустим, вот ищут, ищут, купил и потом выставляют на завтра на продажу уже в 3-5 раз дороже, как будто ретроавтомобиль стоит дорого. Понимаете, есть люди, которые занимаются ремонтом этих автомобилей, не реставрацией. И есть люди, которые занимаются реставрацией автомобилей. Понимаете, реставрация – это самый, наверное, высший уровень и сложный, и дорогой. ГА-67Б. Он выпускался в 40-х годах, в 42-43 год, наверное, начало выпуска, потому что здесь даже решетка палочками не штампована, а состоит из трех частей. Это машина не гражданской версии, военной версии и самой ранней эпохи, с этими вот такими тетушками на капоте. И чтобы собрать такую машину, нужны тоже годы, 3-4 года, чтобы ее довести до ума. Шасси здесь собраны уже полностью. Машина с мотором, она заводится на ходу. Но процесс реставрации, чтобы правильно произвести и, допустим, ускорить сроки реставрации, не растягивая на десятилетие, я пошел по такому пути. Шасси собрал, шасси покрасил, мотор поставил, ходовую сделал. Сейчас я собрал полностью навесное оборудование на этот автомобиль, полностью радиатор, облицовку, бампер, баки, рамки, все подогнал, все по метизу подогнал. И мне останется только сейчас все отрегулировал, снять, разобрать ее в ноль опять, пропискоструить, погрунтовать, покрасить и собрать уже с правильным метизом, чтобы каждый болтик стоял на своем месте, болтик был правильным и все. И вот будет она, я думаю, что в этом году эта машина уже будет кататься. Почему я собираю еще одну такую машину? У меня такая машина есть, восстановленная. Эта машина как музейный экспонат. Эту я хочу собрать, чтобы можно было на ней участвовать именно в автопробегах, каких-то посвященных военно-патриотическому воспитанию детей и в боевых, как будто реконструкциях, таких времен войны. Но в основном я ее покупаю. Раньше это было вообще несложно. А сейчас, допустим, я их покупал. Раньше А67 автомобиль такой редкий, который сейчас стоит, ну, наверное, в денежном выражении уже какие-то ненормальные цены, можно было купить за каких-то, если в долларовом эквиваленте, за 50 долларов, за 100 долларов. Это было вообще ни о чем. А сейчас уже будет тысячи, понимаете? Ну, в сотни раз увеличилась цена. Почему? Потому что люди считают, что смотрят какие-то, допустим, объявления, сейчас доступ к интернету большой и разные есть, ну, как сказать, вот этот ГА-69 будет стоить, ну, в денежном выражении, одну сумму, а тот ГА-69 будет совсем другую сумму стоить, в 10 раз меньше, чем вот этот, разные машины. Потому что это восстановленные, вложены какие-то средства, там не восстановлены. Но человек, который владеет именно маркой ГА-69, считает, что мой автомобиль тоже стоит столько же. И выставляет цены, ну, нереальные, понимаете? Я считаю, что невосстановленный автомобиль, какого бы года и класса там не было, если он не имеет, допустим, какой-то истории такой, ну, знаете, сногсшибательной, то он стоит, ну, чуть дороже с цены металлолома, а остальное уже все стоит в реставрации. Я, допустим, не пытаюсь объять все необъятное, машин много, я просто ставлю себе какой-то проект и осуществляю этот проект. На этот год, допустим, меня восстановили ГАЗ-М1. У меня есть два автомобиля, и на сегодняшний день, допустим, изучить историю ее надо, понимаете, все полностью, конструкторские особенности, технологические особенности, все-все. И пришел к такому мнению, до сегодняшнего проекта у меня в таком плане, что один автомобиль я реставрирую, чтобы он был, ну, как в хорошем таком музейном варианте, а второй автомобиль я ставлю, просто ремонтирую на ход, чтобы можно было, он не мертвый был, у меня стоял просто какой-то период времени, потому что ждал в своей очереди пять лет, а сниматься в каких-то кино, ездить на реконструкции какие-то, чтобы он сдвигался, понимаете. Почему так? Потому что, когда автомобиль восстановленный, на выставку его, ну, не хотелось бы выставлять. Почему? Потому что люди, которые смотрят эти автомобили на выставке, они, наверное, ну, не хочется обидеть их словом, дискультурные, допустим, но не привыкли к этому. И когда пригоняешь автомобиль на выставку восстановленный, в таком дорогом варианте, они приходят, даже без разрешения твоего, залазят на капот, куда-то еще, начинают все дергать, прыгать, и когда, ну, задаешь какие-то, возмущаешься, допустим, они говорят, а что ты тогда сюда и пригнал? Ну, я же не пригнал разобрать эту машину, пригнал посмотреть, понимаете. А не восстановленную машину, а просто отремонтированную, мы разрешаем. Они, наверное, их прыгают, там, дергают, крутят, ее не жалко, допустим. Это автомобиль называется ГАЗ М1, Молотов первый, выпускалась, ну, где-то в 30-х годах. Вот, и до 40-х годов, до начала войны она выпускалась, а после войны она уже не выпускалась. Ну, я считаю, это редкая модель, потому что в Белоруссии присутствует, ну, машин 5, ну, 2 только или 3 на ходу будет, больше не будет их. Пытались сдать на металлолом, но попало в мои руки. Но так как на реставрацию каждого автомобиля, особенно такого автомобиля, очень, в смысле, исторически дорогого и редкого, наверное, то много времени нужно и материала вкладывать. И так как у меня в процессе реставрации стоит такой же автомобиль еще, то два автомобиля сразу восстановить у меня не получится быстро. И чтобы это не стоял как мертвым грузом, этот автомобиль, ну, я решил его просто отремонтировать, поставить на ход, зачистим его, покрасим красиво все, и будем участвовать в каких-то мероприятиях, связанных с Великой Честной войной, реконструкциях, съемках фильма, еще чего-то, или ездить на выставку. Я хочу сделать ее, чтобы она имела оригинальный полностью внешний вид и внутренний вид оригинальный, сукном общить сидение, вот, чего не хватает, стекла поставить, покрасить проемы все и привести ее в черный цвет, потому что я советовал, что такие машины могли быть изредка серого цвета, изредка гражданская версия, но в основном она называлась черный воронок, и она была черно-вороненого такого цвета. Поэтому мы будем делать для того, чтобы можно было в форме НКВД проехать по деревне. Мы, допустим, снимались в пяти фильмах. Фильм «Уздечка», есть такой фильм, фильм «Катюша», «Вражеские линии», ну, в основном снимают не белорусы, а россияне, узбеки. Фильм «Мерас», это на узбекском обозначает наследие, тоже такой глубоко психологический, наверное, или морально, психологический такой фильм такой с эпизодами Великой Честной войны. Ну, вот мы в их участвовали, снимались. Чувствуешь какую-то гордость за то, что, ну, труд мой, допустим, кому-то нужен, востребован, понимаете. Люди, в принципе, относятся к этому, вот, большинство людей, ну, положительно как-то так, понимаете. Когда человек, ну, не проживает просто свою жизнь, а что-то еще созидает в этой жизни, то, наверное, я считаю, что это положительно, и пример для того, чтобы можно было к чему-то стремиться другим. Я педагог дополнительного образования. Работаю в Слудском центре технического прикладного творчества. Сейчас есть и молодежи. Старший педагогический у меня же работы больше 20 лет. Дети поменялись на протяжении этого времени. Вот. Дети стали интересны. Они уже даже не то, что компьютерную мышку не хотят держать, а один компьютерную мышку держит, гоняет, а остальные просто только смотрят, даже сами ленятся гонять мышку уже, понимаете. И почему я пошел в школу работать? К этому была, наверное, какая-то причина в плане чего? В плане того, что когда у меня была своя станция техобслуживания, свой сервис был, сталкивался с проблемой нехватки кадров, квалифицированных кадров. И мне хотелось, допустим, побольше людей к этой теме привлечь, к технической теме. И я открыл, допустим, пошел работать в школу, и у меня есть Слудский районный центр автомобильной культуры и технического творчества детей и молодежи «Автомир». Есть такой центр. И там различные возраста школьников, после школьников, до школьников приходят дети. И в основная задача не то, что обучающий процесс и воспитательный заложен в этом объединении по интересам. Главное, я считаю, что понять ребенка, раскрыть его и поддержать. Потому что когда ребенок хочет стремиться сесть в машину, хочет сесть на мотоцикл, то надо ему просто это помочь. А когда он окончит эту школу, то ему уже будет неинтересно это делать, понимаете. Ну, дети меняются, но я считаю, что дети в основном интересные и хорошие дети, нормальные. Я считаю, что потеря на поколение – это их родители. А дети нормальные. Есть такое выражение – мужик сказал, мужик сделал. Но знаете, какая считается? Это два разных мужика. Один сказал, и все. А другой работает, понимаете. Я хочу детям проявить то, чтобы они уважали труд и человека труда. Чтобы они сказал и сам сделал. Не было два мужика, а один или иначе мужчина был. Понимаете? Самый главный воспитательный процесс, я считаю, это заложен в том, как ты показываешь пример. Понимаете? Показывай пример, что ты работаешь, что ты не занимаешься ерундой, а действительно творческий, интересный подход. И дети тянутся, и они втягиваются в это, понимаете? И потом они видят что-то нормальное. Когда негатив вокруг тебя происходит, они думают, что это правильная ситуация. Дети как губка, они упитывают все, понимаете? А исправить детей потом очень сложно, когда они подрастут, понимаете? Их надо воспитывать сейчас. Я работаю на станции технического творчества, и в рамках программы «Кружка» мы делаем массогабаритные макеты различной техники. Нам достался движитель гусеничный с какой-то гусеничной техникой. И посоветовавшись, наверное, коллективом педагогов, мы решили восстановить проект гусеничным двигателем, какую-то технику гусеничную. И получилось, что этот как раз проект подпадал под какой-то танк, чешский танк, вот этот ЛТ-38. Мы собрали сразу модель, макетик 1.38, в габаритах, чтобы размеры были, и своими руками собрали вот этот массогабаритный макет вот этого танка. Он ходовой массогабаритный макет. Оригинальных деталей из танка здесь не присутствует. Чтобы показать, наверное, героизм советских людей в годы Великой Честной войны и подлость немецкой армии, допустим, или их, допустим, зверство там или еще что-то, нужно показать и живой образ врага. Ну, и поэтому танк этот участвует в каких-то реконструкциях, но нас все время, ну, подбивают. Прежде чем ехать на этом танке или садиться, я всегда прошу прощения у деда за то, что одеваем немецкую форму, и за что на немецкой технике выезжаем. Вот. А так, ну, каким образом можно еще показать ужасы войны? Поэтому должна присутствовать и немецкая сторона, поэтому массогабаритный макет этого танка участвует в таких мероприятиях. Есть мечта, наверное, знаете, какая? Чтобы в Белоруссии был технический музей и передать свою технику безвозмездно, то есть даром в этот музей на вечное хранение. Подаритесь кому-нибудь. Может, найдутся люди, которые захотят, чтобы я им подарил. Субтитры сделал DimaTorzok